Шокирующее преступление в Белоруссии. Там неизвестное жестоко расправили с сотрудником милиции. Тело офицера обнаружили в лесу. А за несколько часов до этого молодого инспектора ГАИ якобы похитили и увезли предположительно на Волге с российскими номерами. Перед смертью милиционер успел отправить сообщение. Помогло ли оно выйти на след подозреваемых? С последними новостями из Белоруссии. Субкор вести Евгений Решетнёв. Шокирующее преступление сейчас обсуждает вся Белоруссия. В социальных сетях соболезнуют родственникам погибшего милиционера и предлагают свои версии произошедшего. Но объяснить жестокость и мотивы преступников пока не может никто. Тело 22-летнего инспектора ГАИ Евгения Потаповича было найдено в лесополосе под Могилёвым со следами пыток. Но отчего именно погиб молодой офицер от пули, ножа или ещё чего-то не сообщают. Перед гибелью милиционера заковали в его же наручники, облили бензином свою последнюю смену. Евгений вышел накануне вечером, отправился на разбор рядового ДТП и внезапно исчез. Послал коллегам текстовое сообщение со странным содержанием. На поиске инспектора был поднят личный состав милиции. Вот опубликованный в соцсетях перехват радиообмена, шедшего по внутренним милицейским каналам. Внимание всем нарядам. Слушаем внимательно, записываем ориентировку. Около 18 часов в городе Могилёве инспектор ДПС, лейтенант милиции Потапович выбыл для разбирательства по факту ДТП. В 18.27 писал сообщение по Вайберу. Срочно три цыгана, чёрная Волга, регистрационный знак русский. Соответственно, данный сотрудник милиции с табельным оружием пропал. Недалеко от места исчезновения Потапович так называемые цыганские посёлки. Учитывая содержание последнего сообщения милиционера, власти тут же начали проводить в этих населённых пунктах следственные мероприятия. По некоторым данным, в машине, куда милиционер то ли сел сам, то ли был брошен похитителями, находилось трое мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье 362 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Убийство сотрудника органов внутренних дел. Для спокойной Беларуси это крайне резонансное преступление, к расследованию которого подключились даже СМИ и блогеры. К примеру, журналисты белорусского издания «Наши Нивы» у себя на сайте опубликовали статью, в которой уверяют, что нашли собственника разыскиваемого автомобиля с российскими номерами. Владелец, некий 53-летний мужчина, якобы по телефону заявил, что произошла какая-то ошибка. Моя машина целый день стояла под окнами общежития, где мы живём вместе с женой. Вчера вечером пришла милиция, машину забрали. Сейчас она у них на экспертизе. Брал ли кто машину, я не знаю. Когда я пришёл, она была на месте. Белорусские правоохранители уже связались с российскими коллегами. По предварительным данным, на территорию Смоленской области Чёрная Волга не приезжала. Российские силовики готовы задержать и машину, и подозреваемых. Молодой лейтенант, 22 года. Ещё год назад Евгений Потопович был выпускником Института МВД. Затем по распределению поступил на службу в батальон ДПС. Друзьям признавался, служба непростая, но работу свою любил. Дело о похищении и убийстве ведёт Республиканский следственный комитет, который просит выйти на связь свидетелей преступления и за ценную информацию обещает награду. В Могилёвской области ситуация по-прежнему напряжённая. Продолжается милицейская операция «Сирена». По ориентировкам ищут тот самый автомобиль с российскими номерами. Впрочем, они совсем не означают, что внутри находились именно граждане России. Машина могла быть угнана, номера могли быть фальшивые. Кроме того, в Беларуси распространена практика покупки машин в России с дальнейшей перепродажей здесь, в Республике. Евгений Решетнёв, Александр Александровнец, Маргарита Курилова, Олег Пелецкий. Вести дежурная часть Беларуси. Продолжение следует...